Всем привет, друзья! Меня зовут Вилевый, на канале Мотохайкер. И так, как вы уже, наверное, поняли из названия ролика, речь сегодня пойдет вот об этой вот замечательной курточке рука, которую я себе приобрел в начале лета. Я уже делал видос на эту тему, где я рассказывал, ну, вообще такой обобщенный, легенький обзорчик этой куртки, ну, что она из себя представляет. Кому интересно, можете полистать там где-нибудь у меня в видосах, его найдете. Так вот, сегодня и в этом видео хочу рассказать вам о реальном опыте использования данного экипа. То есть у меня есть как куртка, так и штаны именно от этой же модели. Это куртка, рука, Raptor R, по-моему, так она называется. Ну, не может, не важно. В общем, это из топовой ценовой категории вещь, поэтому вот сегодня я вам расскажу вообще, как у меня прошло мото-путешествие именно в этом экипе. Как она велась, как он вел себя в жару, в холод, в дождь. В общем, сейчас все расскажу. Так что, поехали. Итак, ребята, в начале лета, точнее не в начале, а в середине июльня, да, я поехал в мото-путешествие вокруг Балтийского моря. К сожалению, видосов я снимал мало, то есть, ну, каюсь, да. В общем, ну, несут. Так вот, маршрут этого путешествия сейчас я вам где-нибудь здесь вставлю, чтобы вы имели представление, где я ехал. Так вот, проехал я в это время и жару, лютую жару, прям аж асфальт плавился. Были места, где было очень мокро, дождливо, прям в долгую. Ну, было, ну, вот, все было, все было. Так, начнем с жары. То есть, эта куртка, ну, она, я бы сказал, она изначально позиционируется больше, как, наверное, для северных широт, так что, как рука, это финская фирма, и, соответственно, наверное, они смотрят все-таки на тот климат, который вот в ихних широтах, скажем так. Но, эта куртка, несмотря ни на что, в жару показала себя тоже вполне достойной. Я ехал по Эстонии, была дичайшая жара, прям, я говорю, асфальт был мягкий, когда по нему идешь. И, вот, пока едешь, вообще никаких проблем. То есть, никакого дискомфорта у меня не было. То есть, абсолютно. То есть, на мне была шерстяная термоуха тонкая, но шерстяная, это важно. Потому что шерсть, она более лучше, у шерсти более лучшая терморегуляция, скажем, чем у синтетики. Поэтому рекомендую шерстяное термобелье даже в лютую жару, поверьте. Так вот, пока едешь, все отлично. То есть, тех кармашков, вентиляции, скажем, вполне более-менее достаточно. Но, как только останавливаешься, естественно, лучше всего снять куртку и находиться без куртки. Потому что будет в этот момент адски жарко. Ну, это будет, мне кажется, в любом экипе. В любом экипе, неважно какой это, климовский, руковский или любой. То есть, в жару, если вы остановились, то надо и лучше всего снять. Так вот, поэтому хочу уверенно сказать, что данная куртка показала себя в жару очень отлично. Почему она, я думаю, мое предположение, почему она показала себя в жару хорошо? Потому что это мембрана, это мембрана гортекс, она дышащая, дышит. Поэтому вся влага, испаряющаяся от тела, она потихонечку выходит наружу. То есть, как бы в этом плане вообще классно. В общем, далее, попадал я в лютый дождь, где я несколько часов, получилось так, у меня почти полдня я ехал просто в лютый дождь. То есть, показала себя тоже отлично, нигде ничего не намокло. Так что, вот в этом плане, ну, она заточена под это. То есть, она водонепроницаемая, ветренепродуваемая, еще какой, что-нибудь вам. А, да, у нее, мне, вот лично мне нравится, что у этой куртки есть нормальный воротник. То есть, воротник, который, видите, на более-менее высоте. Помимо этого, в воротнике еще есть сложенный воротник, который можно еще вот здесь, вместо балаклавы. То есть, вообще будет непродуваемо, ни тост, ни ветер, ничего не пройдет. Эту штуку я показывал, кстати, в предыдущем видео. Кому интересно, можете там найти, кликнуть и посмотреть. Так вот, плюс, чем мне нравится эта куртка еще, то, что она лаконична. На ней нету лишних всяких там карманов, как вот, карманы это неплохо. Это вот, для туриста карманы это прям вообще адски важно, да. Ну, здесь это в этом плане более лаконично. Два боковых кармана, внутренний карман и все, больше нет никаких. Но, зато я вижу для себя преимущество того, что за счет вот ее лаконичного дизайна эта куртка подходит для большинства мотоциклов. То есть, в этой куртке можно ездить как на спорте, так на туристе. Вообще, на любом мотоцикле можно сесть, хоть на стритах, вот на любой. Садитесь и будет смотреться, будет смотреться классно. Если вы купили какой-то там климовский, исключительно туристический, да, у него там будет вентиляшек много, для жарких стран, может быть, это вообще адски классно будет, как в холодных условиях, я не знаю. Но, вы, скажем, этот туристический экипп, ну, не с каждым мотоциклом сможете одеть. Скажем, если вы пришли проекция на Спартухе, и у вас туристический экипп, ну, будет смотреться, согласитесь, как-то. А если у вас, скажем, несколько мотоциклов, несколько мотоциклов, вы, ну, иногда сегодня на этом, завтра на том, то тоже климовский, ну, будет, он классный, да, не спорю, но будет смотреться немножко несуразно. Давайте я сейчас одену свой черный шлем и покажу вообще, как это все выглядит в шлеме, насколько это все четко и брутально. Так, мой вот тяжеленный шлем. Про шлемы мы, наверное, поговорим как-нибудь в другой раз. У меня два шлема, Шой и Скорпион, и вес у них адски разный. Так, я надеюсь, слышно меня будет так же хорошо, как и до этого. Смотрим, что у нас получилось. Смотрите, у нас здесь все защищено. Помимо этого, я всегда еще одеваю с этой курткой баф, чтобы, ну, знаете, потому что баф постирать проще, чем воротнику куртки. Поэтому все равно шея потеет иногда. Так что это не критично. Но если мне, скажем, будет сильный ветер задувать, я всегда могу вытащить встроенный воротник. Здесь закупориться наглухо. Вообще ничего, ни вода, ни ветер не пройдет. Так что, вот так вот. Давайте сзади покажу. А! Так, еще, ребята. Кто думает, что здесь какая-то реклама? Нет, здесь нет никакой рекламы. Видос записываю по собственной инициативе, рука меня не платила. Ничего. То есть, это вот исключительно мое личное мнение. Что касается недостатков данной куртки, ну, я, в принципе, их пока не увидел. Вот, честное слово. Я сейчас еще раз поеду в Норвегию. В середине сентября у меня отпуск. Две недели, ну, чуть больше даже. И я хочу покататься по югу Норвегии. Ну, покатаюсь по югу, а там как пойдет. Может быть, и раньше вернусь. Может быть, и повыше заберусь. Так что, не знаю. Посмотрим. Так. Ну, пускай будет так. Давайте покажу еще вам подклад данной курточки. Смотрите. В виде подклада у нас выступает абсолютно отдельная курточка. То есть, ее можно носить абсолютно отдельно от основной мотокуртки. Что, в принципе, очень классно. По сути, приобретаем две куртки. Что касается штанов. Та же самая история. Пуховые штаны. Так. Куртка. Это пуховая с натуральным пухом. Я ее планирую еще как использовать своего рода как пижаму. Ну, вместе со штанами. И как пижаму в палатке, когда будет холодно. То есть, дополнительно утеплиться. Так что, вещь зачетная. Ну, ладно. В общем, все, что я хотел сказать сейчас про данную куртку, я сказал. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Ну, есть. Так что, да. Все. Все. На этом все. До свидания. 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 Продолжение следует...